Всем большой привет! И сегодня я предлагаю вам вместе со мной посетить сеть магазинов Дом Секонда, точнее один магазин из этой сети. И сегодня мы заглянем только на завоз. Хотя категории разные были в магазине, скидки и все по 200 было дел, но сегодня мы пробережимся только по завозу. Итак, заглядывая вперед, хочу сказать, что завоз меня порадовал. Будут интересные находки, шерсть, кашемир, но покажу их вам в конце видео, поэтому оставайтесь со мной. Перемещаемся с вами в примерочную. Выгляжу я вот так, очень холодно на улице, шапки в куртке. И вот моя корзинка с находками будет всего понемногу и мужское, и женское, юбки, блузки. В общем, давайте начнем. Предлагаю вам начать сперва с мужских джемперов. Вот один из них. Он шерстяной, шерсть стопроцентная. Очень классный, приятный, мягкий, теплый. Я хотела его предложить мужу, но времени было очень мало, поэтому у меня не получилось. Ну и, собственно, без него я стараюсь не покупать. Все равно нужно примерить, все равно нужно посмотреть, как сядет вещь. Поэтому, возможно, мы за ним вернемся потом, если он останется. И следующая находка также из мужского отдела. Это тоже джемпер, тоже шерсть со знаком качества, но уже более такой размерчик посолидней. Наверное, 54, может быть, мужской. И сел он на меня прям очень-очень свободно. Я, в принципе, ничего против оверсайз не имею, но, мне кажется, в данном случае слишком свободно он сел, поэтому к покупке особо не рассматривал. Хотя и цена невелика. Все цены актуальные, которые я вам показываю, скидок на эти вещи нет, так как завоз. Вот. Что еще хочу сказать? Мягкий, теплый, очень комфортный. Далее покажу вам вот такой комплект, который я составила. Блузка от Mark & Spencer и юбочка от Sea Oliver, примеряя их вместе. Блузка мне понравилась своим принтом. В ней ничего примечательного абсолютно нет. То есть это полиэстер, и на завозе я стараюсь такие вещи не покупать. Но вот принт мне понравился. Ну, как села, не очень хорошо. Она мне маленькая, это очевидно. Ну, так вот с юбкой смотрится неплохо. Юбка тоже мне понравилась, кстати говоря. Ищу я подобную юбку. Точнее, заглянем опять же вперед, я уже ее нашла. В следующем обзоре обязательно вам ее покажу. Вот подобного плана она будет, но еще симпатичнее, на мой взгляд, еще более удачная посадка по моей фигуре. И скоро вам все покажу. Эта юбочка тоже выполнена неплохо, состояние хорошее, 1000 рублей цена на завозе. Ну, вот в тот день я ее не взяла. И, кстати говоря, очень даже хорошо. Такой момент у ней как бы как мягкое, как утепление. Хорошая, комфортная вещь. Следующий комплект. С этой же, в принципе, юбкой я примеряю рубашку. Рубашка от бренда Есика из стопроцентной вискозы. Мне очень-очень понравился этот принт. Вот эти вот лебеди или кто там изображен, в общем, птицы. Очень интересно, на самом деле, в сочетании с этой голубой полоской. Замечательная. Тактильно приятная. Ну, вот размерчик мне великоват. Я думаю, что она где-то, может быть, 54 размер. И тоже так вот на мне сидит очень оверсайзно. Если можно так сказать. Но вещь неплохая, достойная, состояние хорошее. Почему бы и нет. Далее. С этой же юбкой я примеряю такой вот объемный свитерок от Mark Aurel. Я очень люблю такую крупную вязку, широкое горло. Чтобы оно было объемное, комфортное. Чтобы можно было носить под куртки без шарфа. И нежный цвет еще у этого свитера. Мне понравился он такой, знаете, разбеленный лавандовый. Наверное, сиреневый может быть. Приятный, на самом деле, свитер. Но очень тяжелый. Его цена больше двух тысяч. Из приятного в составе имеется 10% шерсти и 8% альпаки. Следующий джемпер от Zara. Я примеряю уже с другой юбочкой. Юбочка такая, знаете, ноунейм. Там какой-то совершенно обычный бренд. И в ней ничего примечательного нет ни по составу. Только фасон мне понравился. И расцветка неплохая. Свитер очень приятный. Как я уже сказала, это Zara. Бирочка с составом была срезана. Но я уверена, что есть в составе шерсть. И вот он очень-очень приятный. И не колючий, мягкий, но теплый. Просто невероятно. И, ну, это точно вот не стопроцентная синтетика. И вообще в последнее время я стала обращать внимание на вещи от Zara. После того, как я купила джемпер от Zara из Кашемира. Поэтому теперь обращаю внимание на эти вещи. И вот юбка совершенно недорого. 500 там с чем-то рублей. Но она очень холодная, тоненькая. И для зимы совсем не подходит. Прям вот очень-очень тонкая. Следующий водолазка такая. Ну, джемпер водолазка. Мне приглянулась такого серого цвета. Из приятного 50% шерсти в составе. В женском отделе ее нашла. Ну, вот как-то походит она на мужскую, мне кажется. Неважно. Мне не принципиально. Без разницы. Женская, мужская. Но вот хотелось бы, наверное, все-таки посвободней. Или, может быть, немного подлиннее. Бирочка с составом срезана. И, вернее, не с составом, а с производителем, с брендом. Только вот состав. 50% шерсти. Далее. Покажу вам. Быстренько пробежимся по залу. Имелось вот, про что я говорила в начале видео, отдел, где 200 рублей за вещь. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я загляну в этот магазин еще. И мы можем, вот конкретно могу снять видео именно только из этого отдела. По 200 рублей за вещь. Я, кстати, туда заглядывала быстренько. Вот буквально 10 минут. И были там неплохие вещи. И верхней одежды было много. И всего, всего было много. Также были скидки. Но вот, к сожалению, в этот день времени у меня было совсем мало. Я забегала только на завоз. Это был вечер. Вообще, я сделала для себя вывод, что вечером в завоз, вечером очень удобно ходить. Спокойно, народу немного. Можно и поснимать, да и не обязательно снимать для себя с комфортом. Пройтись по магазину в нормальной обстановке, не бешеной, когда нет кучи народу. Что ж, на этом все. Но не переключайтесь. Дальше я вам покажу, что я купила. Покажу вам, что купила в такие вот свитерочки, джемперочки. И я взяла их не для себя, а для своей постоянной покупательницы. И давайте быстренько пробежимся поближе. Посмотрим. Первый джемпер мне понравился чем? Он очень-очень плотный. Во-первых, он состоит из шерсти. 80% шерсти в составе, 20% полиамида. Но он прям очень теплый. И шерсть плотная. Прям, знаете, как пальто. Иногда пальто бывает тоньше. А он прям невероятный. Я думаю, в нем будет очень-очень тепло. Цвет камера как-то искажает. Он больше такой... Вот камера почему-то показывает каким-то рыжим. Он такой больше коричневый все-таки. Дальше. Следующая находка. Это вот такой замечательный джемпер из кашемира. Размер. Ну, это, наверное, S, не больше. Такой нежный, красивый серый цвет. Светло-светло-серый. Прям мне очень понравился. Жалко, конечно, что не мой размер. Но что делать? Всякое бывает. Имеется дефект, но незначительный. По шву это будет очень легко. Зашить незаметненько. Можно даже ни в какой ателье не носить. Сделать самому. То есть проблема это не составит. Все в целом. В остальном все замечательно. Ну, соответственно, как я и сказала, джемпер из стопроцентного кашемира. Очень мягкий. Невероятно просто мягкий, легкий, невесомый. Отличная вещь. Дальше. Такой джемпер. Тоже из шерсти. Шерсть здесь очень-очень классная по ощущениям. Сейчас покажу поближе. Шерсть мериноса стопроцентная. Что здесь написано? Ну, в общем, вот написано, что это шерсть. По ощущениям просто не колючий. Очень приятный, комфортный. И в то же время теплый. Цвет тоже передает ярче. На самом деле он темно-коричневый. И вот там кот передает вам привет. И последний светорок. Джемперок. Это уже махир. Махир, точнее, смесовый состав. Здесь присутствует 30, по-моему, процентов махера. Да, 30 махера. Остальное акрил и полиамид. Но тоже невесомый. Очень-очень мягкий, не колючий. И теплый. Крупная такая вязка. Не знаю, будет просвечивать белье или нет. Но, может быть, и не будет. Но симпатичный цвет. Очень красивый. Насыщенно глубокий. Ну, вот примерно вот такой. Что ж, на этом все. Спасибо вам за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.